Находиться на объектах железнодорожного транспорта можно только в сопровождении кого? В сопровождении взрослых хором отвечают дети. В стенах сибирской медиагруппы проходит нескучный урок на тему безопасность на железнодорожных путях. Ведущие показывают детям отрывки из популярных отечественных мультфильмов, где сквозной темой является железная дорога. И задают вопросы. Дети отвечают с большим энтузиазмом. Нельзя бегать по железным дорогам. По железнодорожным путям. Абсолютно верно. Нельзя залезать на поезд, потому что ты можешь где-нибудь там зацепиться и уехать очень далеко. Да это-то ладно уехать далеко, а там же еще и электричество. Нельзя бегать по железнодорожным путям. И если ты упал на железные пути, надо немедленно покинуть эту зону. Нельзя заходить на ограничающую линию. И нельзя играть возле железнодорожных путей. Если ты ездишь на поезд, то нельзя бегать, нельзя высовываться с окна и нельзя упакать от родителей на железной дороге. Уроки безопасности на железнодорожных путях проходят не только в стенах Сибирской медиагруппы, но и во всех алтайских школах. Главная цель профилактического мероприятия – не допустить несчастные случаи с детьми и подростками. На сегодняшний день у нас в Алтайском крае и на всей в целом на западно-сибирской железной дороге проходит месячек уступить дорогу поездам. Это традиционное наше мероприятие, которое мы проводим ежегодно. Главная его цель, безусловно, не допущение случаев травмирования детей, подростков на железной дороге. К сожалению, такие случаи у нас есть. Дети получают тяжелые травмы, либо это заканчивается вообще трагедией. И, безусловно, это большая боль, боль наша, железнодорожников, боль тех семей, которые дети получают травмы. Поэтому сегодняшние мероприятия и другие подобные мероприятия нацелены для того, чтобы таких случаев не допустить. На уроке безопасности школьникам подарили браслеты и раскраски от РЖД. А между тем акция «Уступи дорогу поездам» продолжается. Специалисты железной дороги и транспортной полиции весь апрель будут посещать алтайские образовательные учреждения. Тем более впереди майские праздники и летние каникулы. В это время особенно важно напомнить детям, что железная дорога не место для игр. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.